Всем привет! В этом видео хотел бы сделать для вас обзор на приложение от компании Mercusys. Дело в том, что у меня есть роутер от этой компании. Модель роутера у меня MR70X, и я не мог подключить этот роутер к приложению длительное время. Но вот недавно я узнал, что появилась новая прошивка, прошил роутер, и после этого у меня появилась возможность добавить его в приложение. Если кому-то интересно, как прошить роутер, чтобы все было четко и как это сделать правильно, на мой взгляд, то на втором канале у меня будет отдельное видео о прошивке данного роутера. Ну и, конечно же, ссылочка на это видео будет в описании к данному видео. Итак, в обновленном приложении со всеми возможностями при подключении роутера мы получаем очень-очень богатый функционал. Практически такой же, как у роутеров Xiaomi, потому что я очень долгое время пользовался роутерами Xiaomi, и поэтому есть чем сравнить. Но есть некоторые фишки, которых здесь нету, которые есть в Xiaomi. Скачать это приложение можно прямо в Google Play. Это приложение имеет очень хорошие отзывы и очень высокий рейтинг. И на самом деле, пока что я не могу поделиться прям опытом эксплуатации, потому что я только недавно добавил роутер, но уже сейчас у меня крайне приятные впечатления. Итак, начинаем с процесса добавления роутера. После того, как вы обновили прошивку, заходим в приложение, нажимаем «Приступить», добавляем роутер и проходим, вот как видно на экране, по следующим шагам. Понятно, что должен быть подключен интернет проводной. Понятно, что все должно быть загружено, операционная система роутера должна быть загружена. И тогда он найдет ваше устройство. Выбираем наше устройство. Теперь нужно ввести пароль, который является паролем администратора. Понятное дело, что вы этот пароль должны были знать, когда создавали сеть первоначально Wi-Fi. Если вы еще ничего не меняли, то данные логина и пароля будут на самом роутере. Сохраняется пароль, идет обмен данными. Я выбрал статический тип подключения, потому что у меня такой и есть. Также я выбрал использовать настройки Wi-Fi по умолчанию, потому что у меня уже все устройства настроены, все подключены к моей сети. И, собственно, поэтому мне нет смысла дополнительно что-то изменять. Но вы можете создать новое название сети, дать ей новый пароль и, собственно, пользоваться. Подтверждаем новые данные, которые мы ввели. И, кстати, очень хочется отметить красивую, реально красивую, плавную анимацию. Великолепно сделанное приложение, очень логичное. И, как мне кажется, отрисовка, дизайна и всего остального здесь просто на отличнейшем современном уровне. То есть, пользуешься приложением и нет такого неприятного осадка, что ты пользуешься каким-то старьем. Дальше нужно подключиться к сети. Нажимаем подключиться к сети. Вводим, собственно говоря, пароль от нашего Wi-Fi. Нажимаем готово. Происходит вход в роутер. То есть, приложение получило доступ через Wi-Fi сеть к роутеру. Поздравление. Нажимаем готово. Теперь можно пользоваться интернетом. В принципе, до этого тоже можно было пользоваться, но настройки все производились через браузер. Также он определил, что у меня в сети есть еще одно устройство. Да, это мой преобразователь, который имеет встроенный роутер. Преобразователь от Huawei, который выдал провайдер. Поэтому, естественно, он определяет, что есть еще один роутер. И, чтобы не было конфликта, он предлагает его отключить. Но у меня там все четко работает. Конфликтов нет, поэтому я его отключать не буду. Это просто как бы напоминание и предупреждение, чтобы вы понимали, что если есть какие-то конфликты, то куда можно копнуть. Также круто, что можно включить защиту с помощью сканера отпечатков пальцев. Это я впервые встречаю в подобного рода приложениях. Итак, мы добавили роутер. У нас есть боковое меню, где виден наш аккаунт, видно кто владелец, видно какая версия приложения 193 у меня. Также в верхней плашке, как и на приложении Xiaomi, можно выбрать те роутеры, к которым мы подключались. Уже либо добавить новое устройство, нажав на плюсик. Внизу мы можем перейти в подробнее. Тут у нас есть настройки Wi-Fi, настройки черного списка. Также есть дополнительные настройки. Если вам интересно, то они вот такие. Тут как раз можно настроить, как будет работать роутер. В режиме точки доступа или в режиме роутера. И также есть информация о системе, где можно настроить время, которое невозможно настроить. Не знаю по какой причине, нужно им еще все-таки обновить либо приложение, либо прошивку. Но я как ни пробовал, он системное время не меняет. Также классно, что теперь обновление прошивки роутера можно делать прямо из приложения. То есть не нужно заходить в браузер. Можно перезагрузить роутер, либо сбросить настройки по умолчанию. Так что из самого такого осадка это то, что нельзя настроить системное время. Он берет его из интернета. Также хотел бы отметить, что есть отдельно родительский контроль. Есть отдельно возможность настроить приоритетность. И также можно настроить администраторов, которые будут управлять роутером. Если зайти в устройство, то видно, что есть те устройства, которые уже были подключены оффлайн. Они подсвечены таким серым, блеклым цветом. То есть они не активны. Как вы видите, у меня достаточно много устройств, так как я много тестирую. И роутер без проблем справляется с таким большим количеством устройств. Ну и есть основные устройства, которые сейчас в сети. Можно настроить им приоритет, можно их переименовать. И многое другое. То есть роутер действительно многофункциональный. Можно посмотреть свойства данного конкретного устройства, которое подключено. MAC адрес, IP адрес, тип подключения и так далее. Ну и переименовать устройство достаточно просто. В целом у меня положительные впечатления, если не говорить о том, что все-таки хотелось бы, чтобы в системное время можно было все-таки изменить. Ведь этот пункт есть в настройках. Это, наверное, самое безобидное, что я встречал из проблем, которые бывают в роутерах и в приложениях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы пользуетесь приложением Mercosys или нет. И каким роутером вы пользуетесь. И, кстати, по поводу роутера, небольшой отзыв. Работает он хорошо, четко. У меня пока что никаких проблем не было. У меня первая ревизия. Вот недавно буквально обновил прошивку, дабы получилась такая возможность, чтобы заходить в приложение. Ну и сам роутер, как говорят, стал работать лучше. Хотя в чем лучше, я не знаю. У меня и так все работало хорошо. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. И всем пока. Продолжение следует...